Новорождённых Эккулаторы для интенсивной терапии обеспечивают необходимый температурный режим. Автоматически регулируется содержание кислорода и влажности. Проводится искусственная вентиляция лёгких в режиме спонтанного дыхания с положительным давлением на выдохе, что позволяет добиться наименьшего повреждения лёгких недоношенного ребёнка. Одновременно, при необходимости, эндотархиально может вводиться сурфактант. Питание осуществляется через назогастральный зонт. Медикаментозное лечение улучшает сердечную деятельность, кровоснабжение тканей, восстанавливает кислотно-щелочное равновесие. Вводить лекарственные средства удобнее в пупочную вену, так как в неё легче установить катетер. Также могут использоваться и периферические вены. Для длительной инфузионной терапии используют инфузоматы. Они позволяют медленно вводить лекарства, поскольку резкие перепады артериального давления у новорождённых, особенно недоношенных, могут вызывать нарушение мозгового кровообращения. Инкубаторы снабжены портативными мониторами, позволяющими контролировать основные жизненные функции новорождённого ребёнка. Для лечения желтухи используются специальные ультрафиолетовые и инфракрасные лампы. Во время фототерапии ребёнок находится на специальной кровати со встроенным вентилятором, воздушным фильтром, таймером. Лампы дают мягкий свет, не раздражающие глаза. В отделении находится экспресс-лаборатория, которая позволяет круглосуточно проводить контроль жизненно важных клинических и биохимических показателей, включая определение кислотно-щелочного статуса.